Которые были в состоянии клинической смерти, подвергались серьезному анализу. Обычно, когда человек оставляет тело, это все закончено, но у него не заканчивалось. Если, допустим, все приборы показывали прямую линию, значит, уже жизни нет, сердце не бьется. В это время как раз начиналось исследование. То есть камеры освещали это место, звук записывался. И потом дальше, когда человек приводили в чувства, не всех, конечно, приводили, но когда человек приводили в чувства, то дальше его расспрашивали. И примерно 40% опрошенных объясняло, что они помнят себя в это время. Причем некоторые из них описывали очень подробно, что происходило во время анимации. То есть они описывали, что они видели ситуацию сверху. И рассказывали, кто чем занимался. Согласно современным представлениям о том, как устроена наша жизнь, человек не может ни о чем думать, ни о чем понимать, когда мозг не работает. То есть мозг не работает, значит, не работает, в жизни нет. И невозможно ничего описать, помнить, тем более, и видеть. Глаза не могут видеть, если не работает нервная система. Таким образом было доказано, что существует какая-то структура, которая дает возможность видеть человека, услышать и понимать, что происходит без глаз, без ушей и так далее. Понимаете, это серьезное открытие научное. И человек потом чувствовал, что он как будто возвращался назад, возвращался в тело. То есть он говорит, я возвращался в тело. Он не говорил, я как бы лежу, а там что-то смотрит на меня сверху. Он говорил, я смотрю сверху и потом возвращаюсь в тело. Это что означает? Это означает, что я не тело. Я живу в теле. Мы с вами говорили о том, что мы сейчас будем разбираться, кто мы такие сначала. Это очень важно. И веды объясняют этот вопрос. То есть они объясняют, что, вот смотрите, допустим, очень просто. Я родился, я маленький, да? Потом я большой, потом я старый. Потом меня нет, мы так считаем. Давайте разберемся в этом вопросе. Вот кто из вас считает, что он родился и теперь стал совсем другим человеком? Вот при рождении он был одним человеком. У тебя был Олега Олежек при рождении. Но сейчас я уже другой человек. Кто так считает, что он другой стал? То есть совсем другой человек, не тот, который был. Так? Вы так считаете? Вы ошибаетесь. Ну, я так считаю. То есть я подберегаю сомнению вашу точку зрения. Почему? Потому что, согласно ледическому представлению, тонкое строение человека является сутью. То есть веды как описывают, что я был маленький, но я тот же самый. Я не стал, я не стал, если я был Олежиком, я не стал дядей Васей. Ну, то есть, я тот же самый, я тот же самый человек, только в руку теле. Тело меняется. Каждый, все, ну, хорошо, вы были маленький, другой. А пять лет назад вы были тот же самый или другой? Здесь нет тридцатки, да? Другой? Тридцатки. Все другое, все полностью, вы становитесь уверены, у вас характер меняется, память меняется, восприятие мира меняется. Каждые два, сколько лет? Каждые пять лет вы полностью меняетесь, да? То есть я через пять лет приезжаю сюда, у меня такое лицо, другой внешний вид, другой характер. Вот, я совсем другой человек, и поэтому замуж брать девушку бессмысленно. Она через пять лет непонятно кем станет вообще, и как бы, зачем тогда, зачем подвергать опасности в своей жизни? Может, она монстром станет через пять лет? И тем более не надо рожать детей. Мы вообще не знаем, кто появится, а если появился, то появился, то вообще кем он вырастет потом? Он же с другим вырастет. Каждый раз все меняется, нет предсказуемости никакой. Видите, немножко как-то странно, да, такая философия. Мы остаемся тем же самым, психика та же самая, но веды описывают, что она меняется. В каком плане она развивается? Поэтому вы говорите, я другая, потому что я развиваюсь. И оно, это не значит, что я совсем другая. Вот, допустим, цветок, он был закрытый, его не было видно даже. Потом он раз, раскрылся. Это тот же самый цветок или другой? Тот же самый, а только он раскрытый стал. Он развился, стал развитым, развитым. Допустим, ребенок, он себя не сильно осознает. Если его спросить, ты кто, он даже забывает имя, он не осознает себя слишком сильно. Но он тот же самый, да? Потом вырастает, становится тот же самый. То есть мы те же самые. И когда отставляем тело, выходим из тела, мы остаемся те же самые. Потом попадаем в новое тело. Психика та же самая, она не меняется. Просто этот вопрос трудно изучать, потому что мы забываем, что было до этого. У нас нет памяти, не сохраняется память о прошлой жизни. У некоторых людей сохраняется. И это исследуют. Трудная, доступная область исследования. Но возможная. Потому что люди показывают, где они жили в прошлой жизни. Рассказывают про свой характер, едут в другую страну и узнают о себе, что там действительно жил такой человек. Видите? То есть интересная область познания, да? Но мы сейчас не будем в эту сторону сильно глубоко копать, потому что это уже другой семинар, называют «Закон кармы». И можете послушать у меня и сайт «Расунок.ру». Там много лекций, это бесплатное скачивание. И этот сайт очень информативный. Там много других лекторов. Если туда залезете, то придется куда-то, где там сидите. Вот. Ну, то есть эта тема, она очень популярна и сильно обсуждаема. Так как у меня в контактах сейчас, вот в группе «Расунок» как бы, в контактах, 120 тысяч человек сейчас. Маленький город. То есть все интересуются этим, обсуждают. На сайт заходит по 6 тысяч человек в день. Ну, то есть интересная тема. Люди интересуются этим и меняются жизнью. Я сейчас занимаюсь наукой серьезно в этой области и пытаюсь защитить научно свои лекции. Мы собрали серьезную статистику, указывающую на то, что просто слушает человек, меняет свою жизнь коренным образом. То есть у нас есть факты, научные факты, что просто люди, слушая лекции, не надо больше ничего делать, они бросают курить. 50% людей по статистике полностью бросают курить, слушая лекции. Хотя я вообще ничего не говорю о курении. Почти. То есть идея такая, что человек, когда начинает развиваться с помощью слушания, он меняет в целом свою жизнь. А когда человек меняет в целом свою жизнь, все, не нужно отваливаться. Поэтому не нужно зацикливаться конкретно на каких-то вопросах, связанных с реальными привычками. Этот метод называется позитивное мотивирование. То есть я мотивирую человек людей позитивными вещами, а негативными. Согласно современной психологии, когда человеку говорят о проблеме, ну то есть проблема курения, допустим, обсуждается, то провели исследование ученые и пришли к парадоксальному выводу. Вопреки ожиданиям, чем больше мы обсуждаем проблему, тем больше людей подвергается ее влиянию. И результаты становятся непредсказуемыми. То есть мы говорим, надо бросить курить. И люди продолжают, люди еще больше начинают курить. Как ни странно. Почему так происходит? Потому что негативное воздействие на человека, оно для него более значимо. У нас может быть много позитивного в жизни, но если чуть-чуть негативного происходит, это сильно укореняется в психике, и потом выбить оттуда это очень сложно. А то, что позитивное происходит, это само собой, мы даже на это не обращаем внимания. Поэтому нужно стараться поменьше вообще говорить о негативном, и думать, и больше мотивировать себя позитивным. И мое исследование показало, что самое позитивное, что есть в жизни человека, это пример возвышенных личностей. Личности людей с очень возвышенным, чистым характером, которых можно назвать цветными людьми, или духовно развитыми людьми. И мой опыт работы с людьми многолетний показал, что если человек думает о возвышенной личности, он становится таким же. Он меняет свою жизнь, и он как будто зацепляется за какую-то силу, которая полностью изменяет все его поведение. Если говорить о семейной жизни, то самый лучший способ для женщины устроить свою семейную жизнь правильно, это подружиться крепко с той, у которой правильная семейная жизнь. Это немедленно даст свои результаты. Потому что восприятие мира, оно начинается именно с психики, глубинных основ психики. Допустим, вы сейчас будете слушать мою лекцию. Я буду говорить о многих вещах сегодня, которые создадут, или не создадут ваше восприятие мира. Но вы сейчас не будете сильно обращать внимание на то, что я говорю. Вы будете обращать внимание на меня. Если у меня внутри что-то не то, значит, то, что я говорю, не отложится в вашем сердце. Поэтому человек должен жить так, как он говорит. Он должен те принципы, которые он освещает, должен следовать им. И он должен сам глубоко понимать то, что он говорит и делает. Иначе не будет меняться Личность, с которой мы контактируем. Итак, мы с вами начали говорить о психике человека. И давайте немножко опишем строение ума, тонкого тела ума. То есть, так говорят Веды. Это не просто ум. То есть, мы воспринимаем ум как то, чем мы думаем. Это одна из функций ума. Но есть много функций ума. Согласно древнему знанию, тонкое тело человека, тонкое строение человека, остов его является умом. Ум — это остов нашей психической структуры всей. И психическая структура на тонком плане копирует грубое тело. То есть, там есть тонкие канальчики разные, тонкие разные системы. Но в целом, внешне на тонком плане, то есть, на невидимом плане, это похоже на то, что я себя из себя представляю. Я разок приехал в один город, в Иваново, читать лекции. Меня поселили в квартире, в трехкомнатной квартире, в которой бабушка две недели назад оставила тело, я так не говорю. Не умерла, оставила тело. И люди почему-то не хотят жить в таких квартирах. Они сдают их... Ну, пускай живут тут в другое. Вот, они боятся. И все съехали с этой квартирой и сдали ее в маму. Я тогда приезжал на два месяца лекции читать, не на три года. И в эту же ночь, первую ночь, когда я спал, я открыл глаза, увидел перед собой пожилую женщину, худенькую, невысокого роста, и она проходила мимо. Меня вот я сплю, она прям почти что по мне мимо проходит. Я испугался и начал хлопать в ладоши вот так вот, как-то рефлекторно, не понимая еще, зачем я это делаю. Когда человек во сне открывает глаза, в первую секунду он видит тонкий мир, видит психику людей. Ну, не грубое восприятие, а тонкое в него. Потом картинка меняется, мы осознаем себя, как мы воспитаны, а мы воспитаны не видеть тонкий мир. Поэтому переключается восприятие, люди пугаются, они боятся тонкого восприятия мира. И я испугался, не ожидал такого, что какая-то женщина здесь. И эта женщина тоже испугалась, и она побежала в дверь, но дверь была закрыта, и она сквозь нее прошла. То есть я смотрю, дверь закрыта, она жик, ее нет, она туда ушла. Но так как я уже изучал это все давно, я знаю, что произошло, что человек не просто так находится в этой квартире. Я попросил узнать, кто здесь жил до этого. Мне объяснили, что жила женщина пожилая. Я спросил, есть фотографии? Они показали эту даму, которую увидел ночью. То есть это объясняет, когда человек оставляет тело, он не сразу уходит на тонком плане с этого места. Где-то в течение месяца, чуть побольше, он остается там. И на тонком плане может контактировать, приходить во сне родственникам и так далее. Вот это то, о чем я сейчас говорю, то есть вот эта бабушка, которую я увидел на тонком плане, это и есть тонкое тело ума. Понимаете? То есть вот это тонкое тело ума, это то, что остается после смерти. Ну, чтобы вы поняли, как это выглядит. Мы такие же, как мы, но на тонком плане. и есть два типа канала психических, которые движутся по этому тонкому телу ума. Один тип канала называется НАДИ. НАДИ. Это каналы психические, которые отвечают за деятельность психики самой. Эти каналы. И мы с вами немножко поговорим сегодня всего лишь о двух каналах, которые отвечают за мужское и женское начало. и тогда мы поймем, почему женщина такая, почему мужчина такой. Все станет ясно. Вот. Эти НАДИ, они интересно устроены. То есть есть очень крупный канал психический, который является остовым человеком. Вот, допустим, вдоль позвоночника течет один очень крупный канал психический, который называется СУШУНА. Он очень сильный и он является основой жизни человека. По бокам этого канала текут два менее крупных канала, которые называются они текут вдоль, вот есть ганглии вдоль позвоночника, они как бы связаны с этими ганглиями. Потому что нервная система всегда основывается на этих каналах, на НАДИ. То есть она не может сама работать. Допустим, для того, чтобы позвоночник рост, развивался, нужен психический канал, вдоль которого он растет. Есть вот эти два канала по бокам СУШУНА называются ИДА НАДИ. ИДА НАДИ, он течет с левой стороны человека. ИПИНГОЛА НАДИ. Вот вдоль позвоночника с обеих сторон, с правой стороны. ИДА НАДИ у женщин в три раза сильнее активно, чем у мужчин. Это женский канал. То есть он створяет женскую природу, идет с левой стороны тела. У мужчин ПИНГОЛА НАДИ в три раза сильнее. с правой стороны. Таким образом этот канал НАДИ он выходит в правую на слеву мужчины вот ПИНГОЛА НАДИ и мужчин у женщины выходит с правой стороны в правую на слеву правый глаз в правый ухо заканчивается канал. Поэтому правый глаз это глаз связанный с мужским началом если допустим смотреть на жену куда надо смотреть в правый глаз или в левый на жену в левый глаз а на сотрудницу в какую если я смотрю на сотрудницу а какие отношения устанавливают деловые с девушкой а если я смотрю в левый глаз какие отношения с ней устанавливают личные понимаете разница между деловыми и личными есть разница женщины понимают женщины с рождения являются экспертами в отношениях они создают отношения их поддерживают и мужчинам говорят ну что ты не понимаешь мы с тобой муж и жена уже 10 лет вместе живем а ты ко мне обращаешься гражданка Никаноровна надо говорить просто Светлана мужчине всегда есть понимание как обращаться женщина учит когда мужчина живет рядом с женщиной то она женщина обучает как надо нам в семье себя вести она объясняет отношения то есть она учит мужчину отношения потом когда рождается ребенок она объясняет как к нему надо относиться если он относится как относился в прошлом браке то она не согласна с ним у нас таких отношений не будет у нас будет только так и никак иначе ну то есть это женская природа создает вокруг себя отношения да мужчина не командует отношения согласны Женщина командует. Она говорит, у нас так вот будут такие, надо ко мне вот так обращаться, надо со мной так разговаривать и вести себя рядом со мной вот так, только можно. Если не хочешь, уматывай. Ну, примерно так, ну, такая система. Но она не терпит другого подхода, то есть к ней нужен определенный подход свой. Так или нет? Это называется личная жизнь. То есть женщина, очень сильно в ней развита личная жизнь у женщины. В тонком теле, конечно, много других каналов есть разных, связанных с разными функциями организма. Но мы сейчас будем говорить об этих двух каналах, хида и пинтала, которые отвечают за мужское и женское начало. И мы с вами будем рассуждать на эту тему. Итак, левая сторона тела женское. И деда объясняет, что психика человека, она не замыкается на человеке. То есть вот сейчас я с вами общаюсь. Как я с вами контактирую? Мы с вами контактируем взглядом, да? Вы смотрите на меня, думаете, ага, уже сидеет, значит, не молодой. Вы смотрите на меня, и у вас складывается впечатление во мне взглядом. Мы видим ум. Глаза — это зеркало ума, то есть психики человека. Но когда я говорю, другое впечатление. Когда вы смотрите на меня одно впечатление, звук дает другое впечатление. Звук объясняет разум. Разум — человек контактирует с голосом. Разум меняет жизнь. Ум в уме — наша психическая структура. Но вот эти две женщины, они возражают мне и говорят, «Все поменялось». Почему поменялось? Потому что есть разум. Разум меняет человека. Если разум активный, человек меняет себя. Он может другим стать. Он тот же самый, но он поменял себя. Он стал лучше. Стал лучше со временем. Это деятельность сказанная. И мы об этом тоже будем обязательно говорить чуть похоже. Давайте сейчас поговорим об уме чуть-чуть. Но даже прежде, чем говорить об уме, я еще хочу сказать об этих важных вещах каких-то, которые надо знать. Я хочу сказать, что на самом деле мы даже не тонкое тело. Внутри тонкого тела находится определенный энергетический сгусток, который у человека находится вот здесь, в центре груди. Энергетический сгусток, маленький. Веда описывает, что он размеры с атом. С атом. Очень маленький сгусток энергетический, который называется душа. На санскрите атма. Атма, значит, душа по-русски. Этот сгусток вообще никогда и нигде не умирает. Он вечный. И мы с вами являемся этим сгустком энергетическим. То есть мы вечные. И это не просто там кусок энергии какой-то. Это Личность. В этом куске энергии есть Личностная природа. То есть как Личность я никогда не умираю. Я всегда стою с Личностью. Я не просто там энергия, сгусток энергии, который сосветился и погас. Как поется в песне. Но ты был неправ, и все спалил за час. И через час твой костер угас. Но на земле стало всем светлее. Ну то есть здесь описывается человек как огонь, да, который сгорел, погорел, угас. Но не просто светлее стало на земле у всех. А человеке остается память как о Личности. Не просто как о сгустке света, как о Личности остается память. И вот эта память как о Личности, это важный момент нашей жизни. Мы Личности означает, что с нами нужно строить индивидуальное отношение. Все костры одинаковые примерно. Если от одной свечи другая загорается, это все одно и то же. Просто один и тот же огонь. Но мы с вами разные. Мы разные, и мы не меняемся в этом плане. У нас есть своя основа какая-то внутри. Основа называется душа. Есть такое стихотворение. «Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша». Почему? Потому что когда человек осознает, что он душа, он не умирает. Это значит, что не надо беспокоиться ни о чем. Жизнь не заканчивается после смерти тела. Мы же не боимся, когда ложимся спать. Ничего, да? Что я себя забуду, проснусь другими. Нет. Мы ложимся спать, отключаемся от этого мира. Спаем с тех же сам, но не сразу осознаем. Иногда надо понять, куда попало какое-то время. Какое дело. То ли гавкать, то ли мяукать, то ли говорить. Создать окружающим. Ну ладно. Шутки шутками. Продолжаем нашу тему. Есть другой вид психичный. Прежде чем говорить о Наде, о Иде и Пингере, о мужском, женском начале, я сейчас еще кое-что расскажу. Это важно. Есть такие каналы психические еще в тонком деле. Они параллельно идут. Вместе с Надей, вот этими каналами, которые отвечают за нашу психику, у нас меня такой характер, ты со мной не шути. Вот этот характер, это деятельность Наде, вот эти каналы психические. Характер развивается. Он не может меняться постепенно, но не меняется скачкообразно. То есть человек не может проснуться с другим характером. У него, он раньше любил обманывать, сейчас уже не любит. Раньше любил выпить, сейчас как бы не любит выпить. Все раз поменялось в одну секунду. Такого не бывает. Характер остается прежним, может меняться постепенно в результате того, что мы меняем взгляд на жизнь. Некоторые люди думают, что характер меняется от того, что я работаю над собой. Как в этом фильме мы видели «Ирония судьбы», да? Надо меньше пить, надо меньше пить, надо меньше пить. Он ходил себе внушал. Но человек же не пьет, потому что он не понимает, что ему надо пить. Почему человек пьет? Потому что ему так легче жить. Он пьет, потому что это его спасает, ему дает какую-то защиту, дает возможность ему как-то выжить в этом мире. Поэтому он пьет. Нет другой причины. Это не развлечение. Это способ жить, основанный на понимании вещей. Поэтому характер меняется, когда меняется восприятие жизни, моей жизни. Для чего я живу, зачем я живу, и когда человек начинает работать над собой в плане менять свое восприятие, понимание жизни, менять свою жизнь, тогда меняется характер уже после этого. По-другому мы никак не поменяемся. Почему человек обманывает? Потому что он так понимает, что так легче жить. Ему он не может не обманывать, потому что это его спасает. Он считает, что это спасение, когда он обманул, спасся. Допустим, ему говорят, «Ты учил уроки?» Он говорит, «Конечно». Ну, что-то не спрашивай. Он спас преподавателя. Он говорит, «Ну ладно, хорошо. А ты учил, Вася?» «Нет». «Ну иди тогда к доске». И тот думал, «Да ага, вот правильно я сделал, что он сказал, что учил меня, теперь не вызвали к доске». Видите, это определенное восприятие мира, оно заставляет человека обманывать. Человек не просто так обманывает, он считает, что это поможет жизни. Особенно, когда опасность. Опасность. Человек может поменять свое поведение. То есть он до этого говорил правду, в опасности он уже обманывает. Это означает характер, деятельность ума. Такая деятельность ума через нади, через психические каналы. Есть еще другие каналы психические, называются шротесы. Эти каналы интересно работают. Они, внутри них находятся все наши органы системы. Как в капсулах, мешочках таких. Шротеса, понимаете. Тонкие каналы, невидимые. Но интересно взять, допустим, развитие плода. Нервная трубка. Взять нервную трубку. Она развивается и растет. Сначала ее не было, она появляется в виде сгустков клеток. На всем протяжении тела появляются несколько сгустков клеток, которые потом соединяются друг с другом. Можно себе задать вопрос, как они соединяются. Если они появились на разных плоскостях, в разных местах тела, почему они потом очень точно находят друг друга? Почему они не вот так вот растут? Если взять, допустим, с разных частей, допустим, взять рейд-покрив, да, с двух сторон, не факт, что ты соединишься. Можно так вырыть, что в разные места попасть. Да? Вот. То есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что какая-то есть сила, которая соединяет эти каналы, ну, нервную трубку вместе. Почему она так соединилась сама? Эта сила называется шротаса. То есть, вот эта нервная трубка, она закладывается внутри психического канала и растет вдоль него, и потом, бац, состыковка происходит. Союз и фоломы. Ну, то есть, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что есть чертеж. В тонком теле человека есть чертеж, по которому тело, тонкое тело развивается. Грубое тело развивается. Из чертеж. Понимаете? Этот чертеж, почему мы знаем, что мы, допустим, мы женщину замуж взяли, ну, мы как бы предполагаем, что она может рожать. Если бы не было чертежа, тогда бы, может быть, у нее внутри все по-другому устроено, кто его знает. Но мы предполагаем, что все есть там у нее внутри. То есть, мы замуж берем, предполагаем, что все есть. Иногда, конечно, бывает, что чего-то нет, но это уже болезни дают такой результат. Болезни. Вот. Но, но вообще, как бы предполагать, что все есть. Так? Почему? Потому что мы верим, что вот мы, я ее взял замуж, то она родит не ребенка. Верим в это. Почему? Потому что есть тонкое строение, есть вот эти шротосы, которые они у всех женщин делают одно и то же. У них все устроено вот одинаково примерно. Есть строение, грубое строение человека, оно всегда у всех людей одинаковое. Поэтому изучаем анатомию печени вот здесь, находится это здесь. Но если шротосы, тонкие каналы как-то вот по-другому устроены, тупичь может быть с другой стороны. Понимаете? Она вырастает там, где есть тонкие каналы. Поэтому маленькое семечко, маленькое семечко, яблони, мы втыкаем в землю, баба, баба не вырастает. Можно было предположить, что что-то другое должно вырастать, но всегда вырастает одно и то же. Почему? Потому что есть тонкие каналы, которые в этом семечке уже заложены. и вдоль этих тонких каналов развивается огромное дерево. Оно всегда становится таким же, каким положено ему быть. И яблоки одного сорта всегда остаются того же самого сорта. Понятно, да, почему так происходит? Потому что есть чертеж, по которому растет тело. И мы это узнали, мы не строим здание без чертежа. Если человек, допустим, строит дом с одной стороны и постепенно заканчивает другой стороной, то это значит, что он глупец. Понимаете? То есть он так построит дом, что в нем невозможно будет жить. Дом надо строить со всех сторон сразу по чертежу. Нет чертежа, нет дома. Разумные люди знают, что сначала надо все на тонком плане построить, на плане бумаги. Для нас тонкий план дома — это бумага, а для тела тонкий план — это шротлосы, тонкий канал. Понятно система? Логично все? Нелогично думать, что само по себе все выросло синхронно. Представляете, сколько там всяких клеток и все это должно сделаться как положено, без всякого чертежа невозможно. Ученые должны были предполагать этот вопрос. Веды уже это все описали. В древних трактатах описаны чертежи полностью тонкого тела человека, как это устроено. Так описано до 80 тысяч подробно описано этих на один тонкий канал до 80 тысяч видов. И шротлосы, которые в организме нашем находятся, в которых органы растут, внутри которых органы растут, тоже описано. Так есть, допустим, анна-ваха-шротлос. Это канал пищеварительной трубки. Начинается от рта и заканчивает сами понимаете где. то есть внизу. И в этом канале все пищеварительные органы разрываются. Ну, ладно. Зачем я вам это сказал? Объясняю. Затем, чтобы мы поняли, что структура женской психики и мужской имеет свою природу. И эта природа живет и функционирует независимо от того, как мы воспринимаем мир. Если женщина считает, что она другая, это не значит, что она другая. У нее есть своя психическая структура. И мужчина, если замуж берет женщину, он должен знать, что она вот так себя скорее всего будет вести рядом со мной. Женщина, когда замуж уходит за мужчину, она должна понимать, что это не НЛО, а неопознанный летающий объект. А ну как бы тут имеется свою структуру в личности и с ней надо обращаться в соответствии с этой структурой. Давайте будем теперь подробно на основании деятельности вот этих двух каналов психических и донаде женской природы и донаде мужская. Будем объяснять психику человека. Тонкое тело ума не заканчивается не заканчивается внутри психического тела человека. Веда объясняет, что когда мы смотрим друг на друга, мы реально контактируем друг с другом. Взгляд это когда поздоровались, контактируют, да? поздоровался и руку не отпускает, да? Чувствуешь, надо с вытаскиванием контакт произошел и не раскатачивается, да? Вот. Точно так же и взгляд. Бывает отпускается, бывает не отпускается. Да? Взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Человек посмотрел на кого-то и потом у него картинка осталась, он полюбил. То есть он такой ходит и как бы Билая моя солнышко весное День таких ранен Встречусь я с тобой То есть в памяти остался человек, он отпечатался в памяти, то есть он, я не могу забыть. Я не могу тебя забыть, ну как мне жить? Да? Вот, то есть это то есть взгляд как-то действует. Мы руками пожали друг другу луки, И один не разжал, да? А другой вытаскивает, но не может. Я не могу тебя забыть, ну как не быть, да? То есть точно так же взгляд, если я не могу забыть, я посмотрел и не могу забыть, значит взгляд действует, если не действовал, я забыл и все, дальше пошел. Но я не могу забыть, значит есть контакт, произошел контакт и не разорвался, так? Точно так же слух, человек услышал что-то и у него в памяти осталось, как там вот это вот в 2002 году там два дома взорвали и решили, что конец света начинается. Помните две эти большие дома в Америке взорвали, там и весь мир на ушах стоит, предсказания сбываются, ядерная война начинается. И все, у всех в памяти кто-то сказал об этом и все помнят, как это взорвалось и думают об этом. Ну то есть звук влияет очень сильно. В новостях говорят об этом и мы помним это, сильное воздействие идет от звука, особенно когда это касается моей жизни, очень сильное воздействие, люди начинают запасаться, вот как в 12-м году конец света. Потом правда шутили, в новостях уже чувствуют конца света не будет и шутили и говорили праздную конец света такого-то числа, потом будет новый конец света после Нового года. Старый новый конец света и все. Ну у нас был конец света в Брисском, где я живу, это маленький поселочек в Краснодарском крае, где мы работаем, там у нас клиника, мы переехали из Москвы, мы в Москве работали в центре Москвы на Арбате, там тоже в центре поселочка работали, там лучше оказалось на Арбате вот жить. И в этом поселочке был пересвет второй половинке конец света наступил. Там часто это бывает? Смешно сейчас, да? Люди реально воспринимали эту ситуацию и они запасались зерном там есть несколько вещей, которые надо запасать, когда бедствие наступает, да? То, что не портится, надо топленое масло запасать, сахар, соль, сухари, то, что не портится или медленно портится. И люди знают, что запасать, они мешками запасались все это. Хотя фактов подтверждающие, что конец света никто на кого не напал, да? Люди просто слышали об этом постоянно и начали так действовать. Некоторые начали сматываться из крупных городов уезжать. Хотя фактов нет никаких. Просто звук повлиял на людей, просто звук. Других фактов не было. Контакт произошел через следствия массовой информации. Контакт человека и представитель поменял восприятие мира. То есть видите, звук и взгляд меняют нашу жизнь. Сильно меняют. Могут так поменять, что не узнаешь даже себя через какое-то время. Это объясняет, как действуют эти все вещи. Чуть попозже мы об этом будем говорить. сейчас мы с вами сделали утверждение, что ум не заканчивается внутри человека. Мы живем, контактируем друг с другом очень активно, поэтому человек должен реально понимать, что на него влияет его окружение. С кем поведешься, того и наведешься. С кем поведешься, того и наведешься. У меня уже слова представляются. Итак, двигаемся дальше. Человек незамкнутая система, он очень сильно контактирует с окружающим миром, и это меняет нашу жизнь. Поэтому мы должны заботиться о своем окружении, и это очень важно, называется отношение. Отношения у нас бывают близкие, у нас с соседями близкие отношения или нет? Вопрос. С соседями близкие отношения? По-разному вы говорите, по-разному. Смотря с какими. А вот я делаю утверждение, что с соседями всегда близкие отношения, потому что они влияют на нашу личную жизнь. Хотим мы этого или нет, они влияют через звук, через контакт идет на тонком плане. То есть мы не видим, не слышим соседей, но они нас достали. Как они нас достали? Потому что они как свиньи живут. Иногда мы это чувствуем через запах, иногда через звук, а иногда просто чувствуем, что там свиньи живут. Это личное отношение. есть личная жизнь, а есть общественная жизнь. Допустим, общественное отношение с директором завода, но если он сосед еще при этом, то с ним тоже личное отношение есть. Мы хотим или нет, хотим этого или нет, с соседями устанавливаются личные отношения. Поэтому надо сразу честно признаться себе, что с этими людьми личные отношения, не соседи, поэтому надо с ними дружить. Если нет дружбы, значит, что будет вражда. А вражда означает, что собачка будет как у нас на пороге. Потому что собачки тоже чувствуют вражду, и они спонтанно как у них на пороге у нас метят территорию. То есть это будет печально уже. Видите, есть личное отношение. Они отношение означает влияние. Люди связаны друг с другом через отношение. Хотим мы этого или нет, нам придется это признать. Что у нас есть отношения со всеми, кто нас окружает. В том числе с президентом страны у нас есть отношения. Уже не личные, но есть. Потому что его указы влияют на нашу жизнь. Вот когда меня встретили в аэропорту, мы ехали домой, было ночью, и ночью прилетел. И нас остановил милиционер и заставил водителя содрать покрытие затененной тонированной стекла прямо сейчас, чтобы он содрал эту пленку. Прямо сейчас, чтобы он и мы сидели сдирали пленку. Так я познакомился с Иркутским. Первое знакомство, он такой пленку забрал. То есть это влияние власти уже. Так как бы власти не говорили, что надо сдирать сразу. Но вот так это отразилось в Иркутске. Но это указ был там, где это сделано. Понимаете, так контакт устанавливаем со всем миром. То есть все на нас влияет. Вроде кто указ сделал, они никак с нами не связаны. Но у нас меняется жизнь. Пришлось полчаса ждать, когда пленка будет сутра. Я даже не знал, что можно так легко задрать со стекла. Думал, что надо делать где-то в Мастерской. Слава Богу, что дверь не отодрали. И там оказывают все, я не знаю. По машине. Итак, отношения это серьезная вещь. Они меняют жизнь. Поэтому надо серьезно к ним относиться и знать, что они устанавливаются на тонком плане. Если я не живу с человеком, это не значит, что у меня с ним нет личных отношений. Допустим, мама заболела, вся семья на ушах, но мама живет за тысячу километров отсюда. И все очень сильно переживают. Почему? Потому что идет влияние. связано у людей друг с другом очень сильно. И даже на много-много километров это не имеет значения. То есть мы имеем связь. Почему я переживаю о другом человеке? Потому что я с ним связан. Тонкое влияние воздействия одного человека над другой идет на большом расстоянии. И мы можем личное отношение иметь не только с теми людьми, за которых замуж вышли или женаты, а также с теми, кто допустим влияет на нашу личную жизнь. Допустим человек меня в тюрьму хочет засадить, у меня с ним личное отношение. Потому что тюрьма это личная жизнь. Когда ты в тюрьме живешь это уже твоя личная жизнь, это не общественная жизнь. Поэтому личные отношения создаются и через эмоции реакция идет. Если допустим человек просто мне говорит я тебя понижаю по службе это не личные отношения. Это главы отношения. Но если он мне говорит я тебя посажу в тюрьму тогда совсем другая реакция. Потому что это личные отношения. Понятно так? Личные отношения человек чувствует через левую часть тела. Допустим дергается левый глаз связан с личной жизнью. Дергается правый глаз связан с деятельностью. Так далее. То есть и до нади психический канал тонкий имеющий женскую природу. У и у мужчин и у женщин связан с личной жизнью. Но у мужчин тяжелая судьба тяжелое влияние плохие влияния судьбы идут через левую сторону тела а у женщин через правую. Почему? Потому что активно и сильно у женщин функционируют и до нади а помогает ей в жизни и до нади то есть мужская часть энергии у женского тела вспомогательную природу имеет. А мужчины активно функционируют пингаланаде то есть та часть тот канал психический который связан с общественной жизнью или с мужским началом он мужчин сильный а тот который связан с личной жизнью или женской природой работает на втором месте. смотрите оказывается женская природа означает личную жизнь левая часть тела отвечает за личную жизнь если говорить о хиромате на левой то есть по линиям руки определяется другая как мне хиромат на первую мою встречу он говорит смотри вот это линия судьбы а вот это линия трамвая здесь они пересекают была шутка вот так он пошутил со мной я спросил про судьбу немножко рассказал знаете что на левой руке определяет судьба личной жизни человека а на правой его общественная деятельность левый глаз связан с личной жизнью если человек отбросили у него не правый глаз стеклянным становится а левый то есть по левому глазу можно определить какова личная жизнь если личная жизнь нормальна у человека левый глаз ум на отражении ума в левом глазу умственная энергия через него идет через глаза в левом глазу у него как все нормально если у него влияние он сильный деятельности у него правый глаз такой величественный если у него все сильно в личной жизни то у него левый глаз силу несет успех. Понятно, да? Есть личная жизнь, есть общественная жизнь. Это разные вещи. Мужчина сильен в общественной жизни, женщина сильна в личной жизни. Поэтому, когда у мужчины плохие события в жизни происходят, но наступает тяжелый период жизни, прежде чем этот период тяжелый наступил, у мужчины дергается левый глаз, сковывается левая рука, то есть он чувствует тяжесть левой руки, подергивания по левой руке идут, по левой ноге, значит, не будут приятны знать для мужчины. Это нехорошо, неблагоприятно. То есть левая сторона для него слабая. Личная жизнь – это слабая часть психики мужчины. У женщины с правой стороны, когда идет подергивание, правый глаз дергается, правая рука, немеет, там, неблагоприятно. Теперь, вы пойдете из лекции, и у вас задергается не то, что надо. Почему? Называть самовнушение. Как определить, что неблагоприятные знаки действительно работают? Если человек работает над своей психикой, он каждый день или благоприятные настрои читает, или молитвы, но при этом продолжает влияние негативное идти, независимо от его усилий, тогда это уже не будет приятно. А если я об этом думаю, что вот у меня что-то сейчас, наверное, задергается. Когда мы в институте медицинском учились, каждая болезнь не всегда возникала у студентов. То есть печень изучаем, печень у всех болит. Суставы изучаем, все уже больны суставами. Это самовнушение. Это негативный настрой называется. Вот. Но если человек позитивно настроен, он создает свою судьбу. Кто создает свою судьбу? Тот, кто с утра или молится, или просто повторяет какие-то настрои позитивные. Тоже деятельность с разумом сейчас вот это будет говорить. Такой человек может верить знакам. Ну, то есть я все настраиваю, как хорошо, все равно влияние идет злое. Значит, что-то неприятности какие-то могут быть в жизни. Итак. Женщина испытывает 70-80% счастья в вечной жизни. 20% счастья в деятельности. Если женщина ставит основой своей жизни деятельность, а как определить, что основа жизни? Это то, о чем человек переживает, беспокоится. Если женщина беспокоит, ну, не могу найти работу нормально. Ну, надо найти, что-то мне на работе как-то не везет. Она постоянно об этом думает. Деятельность вот эти 20% жизни, она ставит основой своей жизни. Я постоянно об этом думаю. Значит, 80% жизни у нее отсутствует. Или еле-еле теряется, теряется как-то в жизни. А так как ум, мы говорили ум, дает основу всей деятельности организма, женщина, которая постоянно думает о своей работе, у нее угасают гормональные функции, она становится менее красивой, ей тяжелее рожать, тяжелее воспитывать детей, тяжелее сохранить семью, тяжелее создавать семью и так далее. Видите, я сначала начал с тонкого строения человека, закончил жизнь. И это приговор. Потому что если женщина не понимает, что она воспитана неправильно, что она со школы, учат в школе, учат в школе, да? Книжки добрые любить и воспитанными быть. Но воспитанными быть, надо понять, что надо думать, это воспринимать по-разному для мужчин и женщин. Допустим, женщину надо учить, были и раньше женские гимназии, мужские. Образование делилось до 905 года, делилось на две категории. Было мужское образование, женское, потому что люди до 905 года, хоть мы считаем, они были недоразвитые, а мы уже развитые. Люди до 905 года, они делили образование, потому что очень сильно понимали, что есть разница между мужчиной и женщиной, давали разное воспитание. Сейчас не отличается воспитание мужчин и женщин никак. И поэтому женщина, она вырастает, думает сначала институт, сначала школа, потом замуж. А у женщины как психика работает? Сначала я очень красивая, потом красивая, потом не очень красивая, то совсем не красивая. Понимаете, влияние на других людей в женском теле идет через красоту, через привлекательность. И в молодом возрасте привлекательность очень сильная, потом она тает. Поэтому девушке надо, и это не просто так, потому что возможность рожать для женщины, и возможность сохранять семью, и жить вместе, она очень сильно зависит от влиятельности вот этой, привлекательности. И это не просто так природа сделала, потому что возможность рожать тоже такая же. Чем раньше восклиц, тем легче рожать, легче организм это переносит. Поэтому не сначала институт, а потом рожать, а сначала рожать, потом институт. И так будет лучше. Я понимаю, что многие уже не так сделали, но я просто объясняю, как лучше, как легче жить для женщины. Но воспитание дает другой результат. Даже если я это сказал, кто из вас поверил в то, что я сказал? Поднимите. А кто не поверил? Остальные вы сдержались. Понимаете, проблема заключается в том, что нас уже воспитали, как и думают. Нас уже воспитали, как и думают. И поэтому нам очень трудно признать этот факт, что я сначала должна родить и выйти замуж, а потом думать уже о том, где и как я буду учиться. Некоторые женщины думают, да я выйду замуж, допустим, у меня зарплата маленькая, он будет мной понугать, будет ко мне плохо относиться, говорит. И если даже, допустим, я останусь одна, без образования, как я потом буду жить. У меня маленький ребенок. Такое мышление. Это мышление развитое. Потому что женщина не знает о себе ничего. Она не знает свое влияние, как она влияет на людей, как она... То есть женщина не понимает этих вещей. Что, допустим, останусь я одна или нет, это зависит от моей силы женской. Если силы много, я не могу остаться одна. Если, допустим, совсем дурака, за дурака совсем вышел, но у меня много женской силы. Дурак отворился, хороший человек появился сразу. Но эти красивый цветок, на полной улице, если растет вдоль дороги, допустим, мы идем по дороге, да, в Иркутске идем по дороге, и роза растет, да, посреди дороги. Никому не нужна. Долго прорастет, нет? Ну, сорвут сразу, быстро. И все. Всем нужна красивая роза. Теперь колючка вонючая растет по среде дороги. Будут обходить, да? Кто-то сорвет, будет с колючкой с этой. Нет? То есть, смотрите, если женщина развивается, как женщина, ей не надо бояться, что она останется одна. Почему женщина остается одна? Потому что она идет в институт и развивается, как мужчина. Есть общественная жизнь, социальная, работа, есть семья. Есть мужское начало, есть женское. Если женского рассыпает женщина, мужское начало, она, что с ней происходит? Она теряет влияние в своей жизни, становится слабым человеком. То есть, она не может быть уверена в своей личной жизни. Допустим, сейчас это вот сплошь и рядом, эта идея, а выйду я замуж или нет, неизвестно. Почему? Потому что слабое влияние. Женщина не должна так думать. Она должна точно знать. Вот пять, десять человек хотят, чтобы я за них вышел замуж. Такой должен быть расклад у женщины. Не меньше десяти человек. Но хотя бы пять. Некоторые думают, что хотя бы одного дурака найти. Это неправильный расклад. Это означает, что нет развития женского. Женщина не теряет внимания своему развитию. Тонкое тело ума, смотрите, куда развивается, там и влияние. Некоторые женщины с удовольствием на работу берут, а некоторые с удовольствием замуж. Видите, разница, да? Куда пошла энергия, там и воздействие, влияние. Мы говорим, только тело ума, оно влияет. Оно связано с нашей жизнью. Куда мы развиваемся, там и влияние идет. Допустим, некоторые женщины говорят, мне не проблема устроиться на работу, это за ужин нет. Хорошо. Теперь про мужчину. Первым делом, первым делом, самолеты, а женщины, а женщины потом. Если мужчина постоянно думает о сексе ходит с вами днями, а у него одна картинка в голове. И снова вижу образ ой, вадон, да? Постоянно. Днем и ночью, круглый год. Это меняет восприятие мира. Все мужчины не работают над собой, постоянно думают о сексе. Постоянно. Это значит, что у него развиваются определенные проблемы, то есть энергия идет по левой стороне. Идонати очень сильно активизируются. Пинкаланати, то есть это развитие личности у человека, это работа над собой. То есть идонати означает характер, да? Я такой характер, ты со мной не шути. Да? То есть идонати означает характер. У женщин характер более выражен, чем мужчин. Поэтому в семейной жизни мужчины подстраиваются под женский характер. Да? Ну, то есть, если не подстраиваешься, значит подстроен. Сделать нечего. Мужской характер меняется, он может приспособиться, женский меняется. Какой есть, такой есть. Он сильный, женщина, стабильный. Характер означает женская природа. У мужчины есть воля, решимость, социальный статус, есть влияние на других людей. Мужская природа. Если мужчина не тренирует волю в себе, выдержку, выносливость, терпение, силу, то значит, что он не мужчина. Теперь смотрите, мужчины постоянно мечты говорят, мечты. То есть, он мечтает. А мне все снятся острова и удивительные страны. Зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю. Ага. Это означает, что неправильное развитие. Так? Он мечтает постоянно. Не действует, а мечтает. У него постоянно картинка одна в голове. И он как бы ничем думает. Это не мешает мне быть сильным, волевым, выносливым. но если у тебя энергия постоянно по левой стороне идет, то значит, по правой будет снижаться. Это значит, что воля будет таять. Блаженствуй на просторе в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Это означает неправильное развитие. Почему мужчины сбиваются? Почему мужчины сбиваются? У нас очень серьезная статистика в стране. 60% работоспособного населения мужчин пьяницы. статистика по России. Именно такой же процент смертности от пьянства. Интересно, да, закономерно? 40% вернее смертности. Ну, почти такой же. Ну, то есть, это чего, с чем это связано? Это связано с тем, что неправильное развитие личности идет. Мужчина должен у нас, какое развитие у нас, смотрите, вот если взять все фильмы, все фильмы, которые показывают, они как настраивают человека, что главное, это секс в жизни. То есть, секс это основа нашей жизни. Нет секса, нет жизни. Идет такой настрой. Если мужчина думает о сексе, он теряет волю, теряет силу, самообладание, развитие, у него все теряется в жизни. больше того, если он думает о сексе, у него постоянная энергия идет вниз, у него развивается простатит, и будет риты и потенция в конечном жизни. Чем больше человек думает о сексе, тем больше у него развивается противоположный результат. Потому что половая энергия теряется, постоянно истощается и заканчивается. И остается как петь, какая песня у такого человека. Понимаете, в женских голосах. Почему? Потому что неправильное развитие. Мужчина должен быть сильным, выносливым, смелым и должен думать о развитии, а не о личной жизни. Если мужчина думает о личной жизни постоянно, то результат будет пьянство. Потому что пьянство это тоже энергия левая, по левой стороне идет энергия. Пьяницы как и ведутся. Они любят дружить такие, все такие близкие друг к другу. Мечтают постоянно. То есть это результат неправильного развития мужчины. Начинается все с чего? Зачем не знаю женским голосом поедет. не стесняться острова, удивительные страны. Мужчина не мечтать должен, а действовать. Должен заставиться и встать рано с постели, омыться холодной водой, должен уметь физически зарядку делать, гантели, бокс, там еще чего-нибудь. Развиваться как личность означает не на дискотеке ходить, означает становиться мужественным, сильным, выносливым, смелым. Было в древности такое государство Спарта. Это не спартанцы, а другое. Спарта это государство, которое были очень интересные законы. Там мужчины служили в армии 10 лет. И 10 лет они не общались с женщинами. Этим солдатам запрещалось иметь отношение с женщинами. Каралось суровыми законами. Это сурово каралось. 10 лет им говорилось, что легче столб соблазнить, воина Спарта, потому что так воспитывались мужчины. Представьте, это небольшое государство было, но оно было непобедимым. Непобедимым. Никто не мог эту небольшую армию уничтожить, потому что воины были очень мощными. Они сражались сильно, и с ними ничего невозможно было сделать. Как только били закон, что раз в месяц можно, на этом все закончилось. то есть я о чем сейчас говорю, что был смысл в этом, в том, чтобы мальчиков воспитывать отдельно, девочек отдельно. Смысл заключается в том, что сначала человек должен развиться как личность, а потом уже вступать в отношения личные. Между мужчиной и женщиной отношения какие? из креста. Есть плюс и минус когда соединяются получается что? Разряд электрический, да? Мужчина это плюс, женщина минус. Соединяется получается разряд. И поэтому семейная жизнь непростая вещь. Непростая вещь. Мы должны сначала понять кто мы, а потом уже говорить о семье. Итак, что такое личная жизнь? Что такое личные качества? С левой стороны у человека находятся мысли и чувства. Мысли и чувства. С правой стороны воля и желание. Мужчина очень сильны желания и сильна воля. Поэтому кто кого добивается? Мужчина добивается он представляет если женщина на колене стоит там с гитарой да? и сиренады поет да? А мужчина так вот глядывает это мне поет сиренады или нет? Странно да? Как-то развеется это все. Но если женщина проявляет волю она говорит ты когда меня замуж будешь брать? Как-то странно да? Так отношения не строятся то есть женщина ждет когда мужчина проявит волю а если мужчина не проявляет волю значит что? это что значит? В сердцах как-то женщина в сердцах это больная тема да? мужчина не проявляет воли но больная тема да? Это значит что у него может быть какие-то проблемы есть изучать ему да? значит он недораз как мужчина зачем когда за него замуж он не предлагает стесняется зачем когда за него замуж он пусть дальше стесняется но без меня он мы сейчас изучаем мужскую женскую природу некоторые женщины не знают а что делать мы три года встречаемся и что делать он не предлагает замуж значит не с тем встречаешься человек значит не мужчина пока еще он еще не развился как мужчина и развивается но когда он встречается с тобой он не развивается как мужчина мужчина развивается как мужчина когда он один он развитие идет потому что вот его мужская природа как бы он хочет развиться У него есть желание быть хорошим мужем в сердце где-то. Он развивается, но если он встречается, ему уже сигнал к развитию ТАК в кухне. Сразу можно сделать вывод. Когда женская природа сильнее, а когда мужская сильнее действует, когда люди встречаются или когда они женятся, вот кто больше к кому привязан? Вот когда встречаются, больше преобладает женская сила или мужская? Вы ошибаетесь. А что мужчину тянет? Почему он притягивается? Веда объясняет, что половые центры женские имеют горячую природу, горячую, не оказывают влияния, а мужские половые центры имеют холодную природу. Поэтому, если поселить вместе две девушки, им будет очень сложно жить. Потому что половая энергия имеет горячую природу, и две девушки вместе, они могут тружить, встречаться как-то, но когда они жить вместе начинают, тогда им очень трудно. Потому что вот эта горячая природа сталкивается, у них эмоции начинают от тебя, они бежатся друг на друга. Но мужчины, хоть 20 человек вместе, никаких проблем. Спокойно живут, нет проблем никаких. Две женщины вместе, перебирались, переругались, все, капец семейная жизнь. Замечательно, нет? Мама с дочкой там, допустим, вместе живут, там кто-то, женщины две вместе живут. Они имеют территорию, женщины. Допустим, женщина прибралась на кухню как-то сама по-своему. Мама пришла по-своему, прибралась, он приходит. Все по-другому стоит. Она в шоке. Мама разрушила жизнь. Жизнь женщины, она формируется в пространстве. Жизнь мужчины формируется в идеях. Но когда он находится в офисе, там у него пространство разворачивается. Потому что там пространство дает возможность идеи воплощать. Но жизнь женщины, она формируется в квартире. Когда мужчина квартиру копил, купил квартиру, он думает, дом там будет жить. Нет, он будет не жить там, приходит с работы. Жить там будет жена. Спасибо вам большое. Хорошо, вы не согласны, некоторые не согласны. Я живу в своей квартире. Хорошо, ты живешь, давайте будем изучать этот вопрос. Если ты живешь в своей квартире, тогда почему кровать не по мужской энергии соткана? Почему она не из флагов состоит, там, и прямых линий, она такая вся, такая вся нежненькая, такая, изогнутая, такие цветочки там. Цветочки – это не мужская энергия. Почему кровать такая вся? Хорошо, ты скажешь, ладно, кровать женскую природу имеет. Хорошо, дальше поехали. Обои почему не без флагов? Пистолетов там нет на обоях. Пять цветочек. Шторы, цветочки. Обои, цветочки. Кухня вся в цветочках, все в цветочках. Где мужская энергия в квартире? Ее нет. Только кабинет, там, стол только, твой стол. Можешь влаг туда поставить, нет проблем. Но убираться там будет жена. Если ты по-своему поставишь, придешь, по-другому все стоит. Если будешь выпендриваться, будет хуже только. Будут слезы, сопли и так далее. Воздействие на тебя оказывается. Так кто живет в квартире? Женщина живет в квартире. Но если вы туда поселили еще собачку, тогда собачка живет в квартире. Попробуйте закрыть дверь какую-то, она будет гавкать. Если вы ее куда-то не пускаете, это будет скандал. Вообще в квартире живет женщина. Она все по-своему, как и делает. Если мужчина переставил мебель, может быть, она какое-то время постоит в этом ключе. Но потом она опять вернется назад все. Как жена хочет, так и будет все стоять. Ничего сделать невозможно с этим. Видите, женщина, она сильно привязана к пространству. Поэтому женщина требует. У нас мало места в квартире, надо больше места. Если женщина так говорит, надо увеличить квартиру или нет? Женщина говорит, надо. А мужчина мне, я говорю, не надо. Почему? Потому что она всегда так будет говорить. Что квартиру увеличить надо пахать, как и шаг, несколько лет. Это серьезный момент. А может быть, здоровья нет, может денег не хватает, чтобы увеличить квартиру. Женщине это что, раз увеличилась квартира. А мужчине означает работать. Женщине тоже сейчас работать, да? Потому что все работают, мужчина, женщина. Но пытайтесь понять, что так действует природа. Женщине всегда хочется больше квартир. Это никогда не закончится. Всегда будет отец. Иногда испуг, испуг убирает это чувство. И поэтому есть такая притча древняя. Как сделать так, чтобы дома жилось хорошо. Называется «Купи козла». Притча. Значит, мужик только не русский, а там древней ведической культуры. Пришел к своему наставнику и говорит, нет жизни. У нас очень тесно, мы живем все вместе. Дусы живут, много людей, в одном они любят тесно жить. Но там было слишком тесно, похоже. И говорит, у нас тесно, мы не можем жить. Постоянно все кричат на меня, давай больше жилья. У них хватает места. А у меня нет денег больше жилья. Что делать? Меня все уже извели. Он говорит, ну, древец ему говорит, ты точно хочешь следовать моим наставлениям? Тот говорит, да. Я готов. Говорит, ну, имей в виду, что тебе будет тяжело следовать. Но это решит проблему. Говорит, я уже не могу, у меня на все готово. Купи козла. Купил козла. Теперь, говорит, его поселяю вместе с вами. Говорит, и так негде вообще ходить. Я делаю то, что сказал. Поселил козла, козел начал орать постоянно днем и ночью, какать и бодаться. Все на ушах, короче, и родственники говорят. Или мы уходим из квартиры, или козел. Одно из двух. Скажи своему наставнику. Пришел к наставнику. Говорит, или родственники уходят, или козел. Ваши наставления не помогли мне улучшить отношения. Все стало еще хуже. Говорит, ну, я еще не все сказал. Только начало одно. Ты, говорит, козла теперь выведи из дома. Пускай живет рядом. Он вывел козла, как бы все. А-а-а, так хорошо жить. И оказалось, что жить классно. В этой квартире все такие радуются, отдыхают. Козла такие, все нехорошо. Жить в этой квартире такие. Все классно, как бы, ничего. Но потом через две недели они говорят, надо расширяться. И тут побежал опять наставник. Говорит, две недели нормально жили. Потом опять начали на меня наезжать. Он говорит, а ты, как бы, не беспокойся ни о чем. Просто скажи еще одно такое слово. Козла заводим назад. Так они решили про демон. Ну, то есть, никто ни о чем не говорит, потому что сразу козла завезут, то еще хуже будет. Видите, есть вещи, которые решаются только с помощью страха. Ну, то есть, есть силы какие-то в отношениях, которые никак не остановишь. Можно просто не обращать на них внимания. Допустим, если женщина постоянно говорит, больше, больше жилье надо. Это не значит, что надо работать на двух работах, начинать. И просто надо говорить, да-да, будет возможность расшириться. И немножко собирать деньги потихоньку, наверное. Вот так. То есть, так же есть вещи, которые у мужчины тоже, да, физик на чем-то есть, да, вы знаете, на чем. Тоже надо спокойно к этому относиться. Там, чего-то ему хочется, ничего страшного, в следующий раз. Если потакать всему, то тоже крыша съезжает в семье, начинает психоз. Почему? Потому что есть вещи, которые мужчина и женщина не может контролировать. Женщина одна, ни одно не может контролировать, мужчина другой. Надо понимать это и спокойно к этому относиться. Так есть мужская и женская природа, да? Мы с вами сейчас это изучаем. Некоторые женщины говорят одинаково, что мужская и женская природа. Поэтому они развиваются на работе, они несколько высших образований получают. Потом, опа, личной жизни нет. Почему? Потому что не развивалась в ней. Некоторые мужчины не работают над собой, думают, да, мама, она живет, она теплается. Хорошо, станешь алкоголиком. Неизбежно. Почему? Потому что если ты не развиваешься по правой стороне, то есть как мужчина, тогда жизнь тебя заставит развиваться по левой. Смотрите, интересно работает психика мужчины и женщины. Если женщина не развивается как женщина, то у нее идея фикс. Это общественная жизнь. Она начинает думать о том, что у нее нет работы, у нее нет нормальных денег, нет квартиры из-за этого. И она постоянно парится о том, где работает, как работает и так далее. А так как у женщины эта природа не ее, смотрите, как у женщины психика устроена. Психика у женщины очень личностная, чувствительная, иронимая. Очень иронимые, очень иронимые наши любимые. Да? Психика у женщины чувствительная, иронимая. И личностная. Теперь смотрите, на работе какие отношения между людьми существуют. Отношения долго, они такие твердые, нечувствительные, не личностные. Так? То есть женщина, когда попадает на работу и начинает там строить свою жизнь, то есть она со всеми знакомится, личностные отношения взрывает. Что разваливается? Работа разваливается. Потому что на работе сказал, сделал там, такое-то, такое-то. То есть ей очень трудно принять женщине, что надо работать вот от этого времени и до этого. Она подходит к начальнику и говорит, я понимаю, что есть график, а можно чуть пораньше? Если начальник идет на поводу, допустим, говорит, да, пожалуйста, ты можешь уйти чуть пораньше. То есть еще и другая же женщина, а у женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное сознание, у женщин коллективное сразу срабатывает. Другая говорит, а почему ей можно уходить, а мне нельзя пораньше? Я тоже хочу. И у нее волосы дыбом, он одной только разрешил. Теперь пошел хаос. Все хотят пораньше уходить. Или одну в отпуск отпустил на пять дней побольше, все остальные. Ну, 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 нам тоже хочется побольше выпуска. Кто из вас руководит? Согласны со мной? Ну, пока вы не знаете. Вы приняли неправильный путь в построении отношений. Когда наступит момент, когда им что-то нужно будет, они будут с вас отоплепить с помощью личных отношений. Они вам будут ставить условия и манипулировать вами. Если женщина имеет сотрудницу на работе, она должна с ними строить только деловые отношения. Иначе ваша деятельность будет разрушена. В этом нет никакого со мной. Это поры давления. Точно так же мужчине, если он приблизил кого-то из сотрудников к себе, этот же сотрудник станет причиной разрушения фильма. Он потом будет заниматься политикой, потому что он имеет больше влияния, чем все остальные. Так же личные отношения увеличивают. Личные отношения дают больше влияния. Почему, допустим, человек должен подружиться с царем? Для того, чтобы иметь силу. Почему Меньшиков был у Петра I самым влиятельным человеком в России? Почему? Потому что у него были личные отношения. Меньшиков эти пользуются. Почему Берия, Берия, нет тебе доверия? Потому что у Сталина были со Сталином личные отношения. Поэтому Берия управлял страной. А Сталин даже об этом не знал. Потому что все боялись этого Берия. Потому что он мог сказать что-то Сталину, что вот этот вот враг народа. Его распиляли сразу. Но что-то мы уверены. Личные отношения это опасная вещь в деловых вещах. Поэтому царь или правитель не должен со своими подчиненными строить личные отношения. Такой закон. Начинаешь строить до свидания работа. Начинаются проблемы немедленно. Потому что этот человек обладает огромным влиянием в результате. Начинает на всех влиять с помощью своей силы. Которые не управляют и не предсказывают. Которые не предсказанно. Начинается проблемы. И это все. Которые не должны быть. И это все. Которые не предсказанно. Не предсказанно. Это хорошо все, это хорошо. Это другой вопрос, давайте его отложим сейчас. Мы уже перешли на какие-то частные обсуждения. Это важно то, что вы сказали. Потому что женщина должна отдаваться личной жизни. Смотрите, я сейчас объясню. Женщина, когда отдается личной жизни, она становится большой. Вот смотрите, что лучше, большая гора или маленькая? Лучше большая, да? Человек становится сильным, когда он действит согласно своей природе. Вот это утверждение запишите. Человек становится слабее, когда он действует не согласно своей природе. Вот если большая гора, она больше вмещает себе или нет? Больше. Если женщина живет личной жизнью, активно, у нее очень полноценная активная личная жизнь, она становится большой горой. Это значит или большим водоемом? Это значит, что в этом большом водоеме много можно сделать места для работы. Понимаете, когда женщина становится сильной личностью, и не сложно уделять много сил работе, потому что у нее просто много сил. У нее много сил, и на работу тоже много сил. Потому что она наполненная, она сильная. Теперь второй вариант. Женщина истощена. Она уделяет очень много сил работе. Представьте, она небольшой горой становится, небольшим водоемом. Она тает, как личность. Тает. И если говорить о женщине, то вот сейчас прямо классно, если она будет много работать. Потому что у женщины очень много энтузиазма сначала. Женщина как психика работает. Она сначала очень сильно увлекается чем-то. Очень сильно. И у нее психоприродно очень много сил туда может пойти. Она просто неистащимый источник этой энергии. Она увлекается чем-то, и она просто вся туда уходит. И она может работать сутками, и на работе у нее столько идей. Она такая классная, со всеми любит, всех дружит, со всеми дружит, всех любит, и вообще все классно с ней. Но имейте в виду, что это ущербная политика в отношениях с женщиной в плане работы. Вы потом увидите, как это сработает. Всегда срабатывает одинаково. Результат через несколько месяцев. Вы видите, энергии стало меньше, она больше попризничает. Через два года она просто вся истощена от этой работы. И она закатывает жуткие истерики. Вы думаете, это, наверное, случайность. Может быть, надо другую взять. Это всегда у каждой женщины одинаково. Женщина, когда отдает в личную жизнь много энергии, у нее, наоборот, ее больше и больше становится. Но женщине очень трудно отдавать энергию в личную жизнь. Для женщины личная жизнь – это тяжелая жизнь. Но она дает хорошие плоды. Поэтому женщине проще уйти в работу. Так жить проще. Все женщины уходят в работу от чего? От трудностей личной жизни. Но результат какой? Они истощаются там. И гора становится меньше, водоем становится меньше, ваты становится меньше. Поэтому жизни становится меньше. Женщина, которая ушла в работу, истощена, становится истощенной. И вообще жить, в принципе, тяжело становится. Потому что нет пополнения энергии. У женщины пополняется энергия только через личную жизнь. Там она вкладывается, там она побеждает. И там же становится ей легче жить. Где она вложилась в личной жизни, там ей легче стало. Где она в работе вложилась, там стало тяжелее. Женщина не вкладывает. Принцип такой, смотрите, правило такое. Женщина должна работать. Конечно, это хорошо, когда женщина работает. Это не плохо. Это нормально. Женщина должна работать? Должна. Зачем она работает? Чтобы отдыхать от личной жизни. Это отдых для нее. Поэтому как женщина должна работать? Она должна работать на вот этом резервном источнике энергии. Смотрите, допустим, у женщины в личной жизни все хорошо. Но она устала уже от этой семьи. Там стирки всего. И надо как-то снять эту усталость. Пошла, поработала. Сколько женщина должна работать? Столько, сколько нужно для того, чтобы снять вот это напряжение. Переключиться. Для переключения она работает. Смотрите, основная на этой женщина идет семью. А остаточная на работу. Женщина должна работать? Конечно. Сколько? Не так много. Сколько ей хочется. Она не должна думать, я работа самая главная. И она не должна так думать. Сколько работ? Сколько? Должна ли она думать о росте на работе каком-то там начальстве, каком становиться? Можно, конечно, это. Но смотри внимательно. Если видишь, что это сильно тебя напрягает, не делай этого. Напряжение на работе пошло, от ответственности больше стало. Жизнь будет разрушена. Вот есть положение какое-то на работе, которое тебя не напрягает? Работай. Это хорошо. Тебя пытаются повысить подолжность. Всегда женщина очень ответственно и аккуратно работает. Это ее природа. Аккуратность – это женская природа и стабильность. Поэтому женщина всегда выполняет свои обязанности аккуратно. И часто начальник думает, я ее повышу должность и у нас там будет классно. Вот это и есть подход. Потому что когда он повышает должность, ее психика начинает срушиться. В результате она начинает катать истерики и начинает становиться плохо всем вокруг. Поэтому не надо пытаться женщину повысить должность. Это приведет к трудностям. У нее сначала внутри, потом у всех вокруг. Конечно, есть женщины, которые могут даже быть начальницами. Но есть два варианта таких женщин. Первый вариант. У нее очень большое море семейной жизни. И поэтому для нее начальницей у них вообще не проблема. Потому что у нее большой запас там. Огромный запас. Вот. Или второй вариант. У нее вообще нет семейной жизни и только одно море работает. Это значит, что она скоро истощится. И в ней от моря работа остается одна лужица всего. Теперь вы скажете, кто со мной не согласен? Дмитрий. Все согласны. Если вы не согласны, вы будете проверять ценой своей жизни. То есть, видите, я, видите, природа человека – это серьезная вещь. И вы будете ценой своей жизни проверять мои слова. И потом может быть так случится, что вы скажете, правда, Валя Китальевич. И будете видеть на разбитом каменьке. Потому что я сейчас говорю о очень и очень важных вещах, в которых надо сначала разобраться, а потом действовать. Потому что, смотрите, какая вещь. Вы будете проверять именно ценой своей жизни. Потому что, если один путь – это сначала институт, потом очень высокой квалификации, потом только семья. Второй путь – сначала семья, а потом уже высокая квалификация. И это уже путь жизни, потому что потом ничего не изменишь. Смотрите, как интересно. Если женщина развивалась в квалификации очень долго, она же стареет или молодеет со временем. Если женщина стареет, значит выйти замуж тяжелее, рожать тяжелее, семью сохранить тяжелее со временем. И если, допустим, девушка молодая, 18 лет – все на нее смотрят. Если ей, допустим, 28 – уже не все смотрят. А если ей 38 – мало, кто смотрит. Смотрят свои. Смотрят свои. А если своих нет – все тогда. Тогда уже проблемы. Поэтому будьте осторожны в своей философии. Женщина – природа сдала женщине. Женщина развивается очень быстро. Если взять, допустим, мужчину, 18 лет – парень, он еще мало чего в жизни не понимает. Девушка, 18 лет – все в жизни не понимает. Она полностью знает, как жить. У нее картина сложена уже 18 лет. Молодого парня, 18 лет – нет его картины. Почему природа женщине дала понимание о жизни так рано? Девочка в 5 лет – все знает о родителях. Она все знает, какие отношения есть. Если ее спросить, она во всем разбирается. Девочка в 5 лет – как выглядит. Она очень опытно выглядит. Она смотрит – все знает. 5 лет всего. Очень опытная. Она все рассказывает вам, как чего. Так? Мальчик в 5 лет. Кушать хочешь? Кушать хочешь? Все. Так или нет? Ну, какие-то мальчики, конечно, более восприимчивые. Но это значит не сильно женская природа. Мальчику лучше быть таким, блядей. И побежал. Это мужская природа, значит, хорошо развивается. И вот я не знаю, там очень активный хоккей, футбол. Мужская природа развивается. Девочка в 5 лет лучше, если она в куклы играет. Значит, у нее нормально все развитие. Если она на улицу побежала, значит, в прошлой жизни она мальчиком была. Перестраивается постепенно. Смотрите. Если девочка была мальчиком в прошлой жизни, она рождается. Как мальчик? Мальчиком бьет. Из две категории девочек. Они бьют мальчиком, другие бегают от них. Боятся. Если бегают, значит, была мальчик девочкой в прошлой жизни. Долгое дело. Не перестраиваться не надо. Когда все развивается быстро. Но бывает, что девочке дерется. А значит, она была мальчиком в прошлой жизни. Но она потом, смотрите, к половому возле созревания, она уже девочкой становится. Раньше она была смелой, там прыгала откуда хочет. А сейчас она уже боится. Это женская природа развилась уже, понимаете? Все равно, в каком теле человек попал, какая природа развивается. Поэтому надо рассчитывать на это. Надо понимать, что будет дальше. Что женская природа у женщины называть мужчины мужская. Если мужчина плакал там, он мальчик, допустим. Не значит, он всю жизнь таким будет. Он разорвется, станет смелым, сильным, выносливым. И мать не узнает. Ну, ты какой-то был такой очень плаксивый в детстве. А сейчас такой мужественный. Откуда чего взялось? А взялось от того, что такое развитие. Понятно, да, система? Процесс воспитания влияет очень сильно. Но это уже другая тема, спасибо, что напомнили. Эта тема называется «Разум». Сейчас три темы у нас будут на этой лекции. Первая. Вы с умом немножко разобрались, да? Поняли, как это все. Что из женской природы мужская. Мы будем об этом подробно говорить на следующей лекции. Сейчас мы поговорим о разуме. Разум – это психическая надстройка у человека. Разум находится выше нашей жизни. Он, разум, означает наша вера, наши взгляды на жизнь, наше понимание жизни, наше отношение к жизни. Это разум. Разум стоит выше жизни. Не есть жизнь, а есть то, что с ней связано. Есть идеи человека, взгляды, вера, понимание. Это разум. И разум что делает? Тянет жизнь куда-то. Вот ум. И жизнь – это одно и то же. Я живу в уме. И я смотрю на жизнь глазами своего ума. А что такое разум? Разум – это то, что нас тянет, наша жизнь тянет куда-то. И это наши взгляды, наша вера, наше понимание вещей. Что такое хорошо и что такое плохо. Это деятельность разума. Разум соткан из знания. Если ум соткан из жизненной энергии. То есть, мы говорим, у меня хорошее настроение. Это деятельность тюрьмы. У меня плохое настроение. У меня хороший характер. У меня плохой характер. Это ум. А вот моя вера – это разум. Как я верю? Во что я верю? Куда я? Некоторые люди говорят – да я ни во что не верю. А так невозможно жить. Если ты ни во что не веришь – это и есть твоя вера. Верой – верь ни во что. Понимаете? То есть, человек без веры жить не может. И вера движет человеком. Допустим, смотрите, есть разные виды веры. И веды объясняют это. Первый вид веры – вера в Бога и в душу. Это самый высокий вид веры, формирующий правильное сознание человека. Потому что эта вера никогда не угасает, она все время взывается. Духовная платформа человека никогда не гаснет, она всегда взывается. Потому что нет препятствий для этого развития. Допустим, второй вид веры – вера в следующий уровень – ниже. Вера в людей или в семью, или в себя. Вера в себя к чему приводит? К поражению всегда. Как молодым мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли, постарались за себя не терять. Верил в себя – значит всех потеряешь. Человек, который верит в себя, все теряет. Потому что он сам уверенный, он разрушает отношения. Вера в семью. Человек верит в семью, означает очень много силы внутренней идет близкого человека. Слепая безумная любовь. Чем больше мы близкого человека вот так слепо любим, тем больше он любит себя. Тем меньше он понимает адекватно, что происходит. Обычно в таких семьях человек говорит – ты вот видишь, какой я у тебя. Тебе такой человек достался, должна гордиться этим. Если вот такой вот мужчина заводит еще любовницу, он говорит – просто понимаешь, я у тебя такой крутой, что мне одной мало. Надо две. Та же самая женщина говорит. Она говорит – посмотри на меня, дурак. Ты вообще даже не стоишь капельки моего присутствия. И тоже заканчивается это печально. Почему так происходит? Потому что вера – это неукротимая сила, которая должна развиваться. Человек не может просто верить на одном месте. Он должен верить все больше и больше и больше. Это никогда не кончается. Вера не может остановиться. Допустим, если ты веришь в мужа, то тебе надо больше и больше верить. А его поступки разрушают это. Потому что мы не идеальны. Человек не может, муж не может быть идеалом. Поэтому некоторые женщины вообще даже замуж не выходят. Потому что они говорят – я верю в мужчину в своей жизни. То есть она поверила в мужчину. Результат такой – никогда не находит. Потому что таких не бывает. Она смотрит – не тот, не тот, не тот. Недостаточно разы, чтоб не замуж. И все – она стоится одна. Поверила в мужчину. Поверила, поверила. И больше ничего. Один раз в год. Один раз в год. Сады цветут. И сто любви. Один раз ждут. Всего один лишь только раз. Цветут сады в душе у нас. Это вера в мужа, в мужчину. Один раз все это бывает. Потом разломанная жизнь просто и все. Разломанная жизнь. Видите, вера или поддерживает нашу жизнь, или ломает напрочь. Не в то поверили – жизнь разрушена. Вера в детей. Часто мужчина в женщину верит, женщина часто верит детей. И ребенка родила – поверила в ребенка. Результат – ребенок становится эгоистом, рушит жизнь. Потом, когда ребенок освобождается от родственных таких глубоких отношений с родителями после полового созревания, мать страшно переживает. Она видит, что ребенок уже не интересуется ей, не интересуется семьей, его куда-то несет. И она просто в шоке от этого. Почему? Потому что она думает, что он всегда с ней такие же отношения, как в детстве будет поддерживать. Нет. Желовек взрослеет, у нее меняются интересы. И женщина сильно страдает от того, что она верила в своего ребенка, а он что-то как-то туда-то понесло его. И она переживает страшно от этого. Почему? Потому что она не в то верила. Теперь во что верится? Верится в то, во что верится. Понимаете? Человек верит в то, что больше счастья ему приносит. Почему? Потому что разум так интересно устроен. Разум стремится к счастью. А ум требует счастья. Ум без счастья жить не может вообще ни секунды. Ни секунды. Счастье меньше стало, ум начинает капризничать сразу. В жизни меньше счастья стало, ум начинает плакать. Требует счастья. Разум поэтому летается за счастьем. Допустим, ум говорит, входит по улице, что-то как-то не то. Хочу мороженое. Все. Весь разум полностью, все события жизни закончили. Хочу мороженое. Все на мороженом сосредоточен. Видите, ум может управлять разумом. Это называется неразумное существование. Поэтому мама говорит, мороженое будет потом. Сейчас идем в школу. То есть заставляет следовать разуму. То есть мы шли в школу без мороженого, да? Надо, значит, идти в школу дальше. Мороженое будет потом. Можно купить, но не есть сейчас. Потом будет мороженое. Сейчас в школу. Да? То есть разум означает цель. Человек идет по цели, ему не надо отвлекаться. Если он отвлекается, значит неразумная жизнь. Мы как бы одно хотели сделали другое, да? Строили дом, построили церковь, да? Вот. Что строим, то и достраиваем. То есть на цель поставили, движемся по ней. Человек не должен метаться. Иначе это неразумное существование называется. Что значит разумная жизнь? Это значит, что человек следует правилам в жизни. Женились, значит верность сохраняем. Если человек женился, дал клятву там, все, ну как бы, будем вместе, все. Через два дня, опа, другая появилась. Она говорит, ты что того? Мы с тобой уже расписались. Понимаете? Он говорит, ну так получилось. Я шел по улице, увидел девушку, она меня потянула. Потом мы оказались в постели. Ничего не мог с собой сделать. Вот когда человек так описывает ситуацию в своей жизни, значит он неразумный. Почему? Потому что его внутренней силы не хватает, чтобы следовать правилам. Откуда следование правилам идет? Из веры. Если человек верит в Бога, у него значит будет возможность следовать правилам в жизни. Но вера Бога означает десять заповедей, да? Ну то есть во всех верах так одинаково. Не убивать, не обманывать, любить ближнего. То есть вера означает принципы какие-то жизни. Если человек не соблюдает эти принципы, значит у него разум недостаточно сильный. Он неразумный человек. Дальше. Вера в семью есть также. Она есть, ее никуда не денешь, это хорошо. Но она ниже веры Бога стоит. Вера в семью означает, мы не разводимся, живем вместе. Трудности терпим. Некоторые думают, у нас трудности, надо разводиться. Нет, надо терпеть. Почему? Потому что если вы разводитесь в трудности, значит нет веры в семью. Если нет веры в семью, нет семьи. У человека нет веры в семью, не будет никогда семьи. То он думает, а у меня с другим лучше будет. Да не будет другим лучше. Почему? Потому что есть закономерности, которые надо знать. Об этом мы будем вечером говорить. Ну, вкратце могу сказать одно, что человек больше всего своей судьбы тяжелый, а кроватом в личной жизни. Это скономерность. Создалась личная жизнь, значит, будут трудности. Родились дети, еще больше трудностей будет. Новый виток жизни. Первый виток жизни я просто сам родился, живу. Второй виток жизни родилась семья, то есть более тяжелый виток жизни. Дети родились, еще более тяжелый виток жизни. Это изменить невозможно. Так устроен этот мир. Некоторые думают, дети родятся, будет легче. Ничего подобного. Будет тяжелее. Но ведь счастья больше, когда дети рождаются. Да. Но есть такое правило в этой жизни. Чем больше счастья, тем больше страданий. Допустим, я живу, у меня нет семьи. Ну, и нет борзовой ответственности. Я просто живу там, нет семьи, у меня нет ответственности. Но нет счастья и нет страданий. Потому что когда у тебя создается семья, ты страдаешь уже не только за себя, а также за свою жену. Жена заболела, тебе страдать придется. А когда дети появились, ты за них будешь еще страдать. Ты за них счастлив, и за них также будешь страдать. Поэтому страданий больше у человека. Представьте, сразу все заболели. Жена, дети и теща. Все заболели сразу. И все тебя мучают. А так-то один просто заболел. Полежал там, отлежался, пошел. Когда человек сам болит, не сильно он страдает. Ну, там, ну, посидел на горшке там. Ну, как, все нормально как-то. Но когда жена болеет, а что будет дальше с нашей семьей, там, с ней плохо, страшно становится. Ну, со мной будет человек лежит, тебе хорошо волнует. Ну, как бы нормально. Вот, но когда кто-то близкий болит, больше страдает. Дети болят вообще страшно. Так? Формула такая. Один живу меньше проблем. Вдвоем живем больше проблем. Дети появились еще больше проблем. Кто-то из вас возражает? Понятная формула, да? Непонятно, почему мы удивляемся тогда. Так? И больше счастья. Если правильно живем. Неправильно живем, больше проблем. Все зависит от того, выполняем правила или нет. Допустим, правила. Не изменять. Семей, не изменять. Не выполняем правила и думаем, что будет больше правила. Счастья, бред. Допустим, не изменять. Некоторые думают, ну, иногда можно. Значит, будет страдание больше, а не счастье. В семейной жизни больше правил. Когда один живешь там, как бы, как этого поручика Джефского говорит, извините за такой анекдот. Вы были в молодости членом суда? Он говорит, да, был членом туда, членом суда. Вот. Вот. То есть в молодости, как бы, ну, можно, да, там. Живешь как хочешь, да? В семье уже нельзя. Больше правил. Смотрите. Когда ты живешь один, меньше правил в жизни. Когда ты живешь в семье, больше правил в жизни. Дети появились, еще больше правил. Раньше при жене мог пройтись как угодно, при детях уже не пройдешься. Надо ходить как положено, а не как угодно. Понимаете? То есть дети появились, больше правил. Жена появилась больше, чем без жены. Понимаете, да, я имею в виду? Жизнь становится более напряженной и более ответственной. И у человека должен быть очень сильный разум, уже развит до создания семьи, чтобы ее удержать. Итак, что такое разум? Это структура, которая создает счастье в жизни. Как работает разум? Разум нужно формировать с помощью знания. Знания о жизни. Некоторые думают, знание это что? Это вычитать и умножать? Это не знание. Молошей не обижать. Это уже знание. Да? Учат в школе, учат в школе. То есть нас чему в школе учат? Вычитать и умножать, географию знать. 90% информации, которую мы получаем, не имеет никакого отношения к знанию, которые формируют разум. Вот все, что в школе мы учим, там, математику, физику, химию, компьютеры, сразу никак не связано вообще. Это деятельность ума. Это никак не улучшает жизнь. Есть такое понятие в общественном здоровье, я специалист в общественном здоровье, есть такое понятие качество жизни. В общем, важное понятие. В него входит много-много аспектов. Качество жизни, например, здоровая жизнь, не здоровая, есть вредные привычки, нет. Качество жизни изменяется всей жизни. Вот, допустим, человек пьет одно качество жизни и пьет совсем другое качество жизни. Качество жизни сильно работает, допустим, человек, мужчина, одно качество жизни и работает совсем другое качество жизни. Совсем другое жизнь. Качество жизни ниже. Женщина работает, допустим, одно качество жизни, если она больше семье уделяет времени, другое качество жизни. Совсем другая жизнь у женщины, если она больше времени не работе, а семье уделяет. Совсем другая жизнь. И она думает, ну это же опасно, а вдруг меня все бросат, я останусь без работы. Посмотрите, если у большого озера отнимут чуть-чуть воды, что, меньше останется воды? Когда женщина больше семье уделяет, у нее больше красоты, больше влияния. У нее дети растут счастливыми. Когда женщина осталась одна, очень красивая, с хорошими детьми, какой-то нормальный мужик, который не может создать себе семьи. Он говорит, о, классно, уже все есть. Ничего не надо делать. Есть такие мужчины, которые так размышляют? Поднимите руку, кто с этим столкнулся. Есть такие? Кто-то столкнулся, стесняемся, стесняемся, понимаешь. Допустим, есть, наоборот, что есть озеро, есть дети, а мужчины нет? Значит, у тебя маленькая еда. Маленькая еда. У нас в своей жизни не было бы радостей, и ураганской силы большой. Мужской силы нет в городе большой. И женской силы большой нет тоже. Все у нас сейчас... Мужчин нет, женщин нет, и что-то среднее. Я вам сейчас учусь другому, понимаете, объясняю. Почему мужчин нет вокруг? Потому что нет женщины. Женщина появляется, все мужчины, какие есть в округе, собираются вокруг нее. Как, допустим, если есть цветок, вот вокруг ничего нет. Один цветок расцвел, один цветок появился. Сразу пчелы рядом. Откуда пчелы взялись, непонятно. Цветка не было, не было пчел. Появился цветок пчелы сразу. Несколько пчел на один цветок. У нас детей много. Детей много. Больших детей, да? Это везде так. Как? Как вызов это делать? Это на следующих лекциях. Если все я расскажу, вы вечером на лекцию не дадите. Послушайте в записи. Будете меня вспоминать, слушать записи. Почему у вас только утром сейчас объясню. Потому что была такая ситуация, что залы в городе распределяются таким образом. 400 мест зала. Дальше идет на 1500. Понимаете? То есть нет вот на 600, на 800 залов. Нет возможности снять. Поэтому вы и не попали на вечерние лекции. Но если бы мы не сделали утром лекции, вы вообще никуда бы не попали. Поэтому вы радуетесь тому, что вы в Петру попали. Конечно, все записывается. Смотрите. Видите, стоит штучка. Пишет. Все записывается. Не волнуйтесь, все будет нормально. Итак, движемся дальше. Все будем изучать постепенно, утром, вечером. Все будем изучать. Движемся дальше. Я говорю основные вещи, без которых невозможна жизнь. Мы говорим сегодня о фундаменте. Смотрите, разум — это та сила, которая дает человеку возможность куда-то идти, развиваться. Первая платформа, главная — это духовная жизнь. Нет духовной жизни — нет изменения характера. Характер не меняется просто тем, что человек себе сказал. Хочу быть честным. Не работает. Надо изменить веру. Когда человек верит в то, что честный человек, значит счастливый человек, он становится честным само собой, постепенно. Но об этом уже не думали. То есть вера — это фундамент жизни. Некоторые люди вообще не думают о вере. Они просто живут и все. Но чем они живут? Они живут верой. Как это определить? Вот, допустим, смотрите. Есть вера в Бога, есть вера в человека. Это еще куда не шло. А есть вера во что? В успешную жизнь. Это еще ниже. То есть такие люди, которые верят в успешную жизнь, они к чему стремятся? В квартире, зарплате, машине. А? Нет. Ну да, они стремятся к квартире, зарплате, машине. Работе. Все, это их жизнь. Они как бы все полностью поглощенники. Нет работы, нет жизни. Нет зарплат, нет квартиры, нет жизни. Все. И они как роботы постоянно как бы на этом настроены. В результате нет отношений. Во что человек верит, такова жизнь. Смотрите, если человек верит в высшее, у него как бы что-то высшее, у него жизнь состоит из принципов. Смотрите, как вера влияет на жизнь. Если человек верит в Бога, у него есть совесть. Когда человек верит в человека, совести уже меньше. Я сейчас объясню, почему. Когда человек верит в Бога, есть совесть. Она формируется чем? Обществом, окружением, которое человек имеет. Если человек верит в Бога, какое у него окружение? Религиозное, так? Это значит, что у него есть наставник, есть окружение. Такой человек, который имеет религиозное окружение, он говорит, я хочу бросить жену. Все окружение религиозное. Говорит, ты что, с ума сошел? Мы тебя выгоним из нашего общества. Ты не будешь у нас жить, у нас нельзя разводиться. Он такой, а вот, начинает думать, пытаться исправить отношения, работать над собой. Пошла работа, да? Видите, что та обществ, обществе людей, которую человек окружает, она формирует его жизнь. Почему? Потому что у нее такая вера. Вот я верю в Бога, у меня такие люди окружают, я не могу жить по-другому. Все. Это будет стыдно. Вот, допустим, когда человек жил и верил в светлое будущее в социалистическом государстве, ему нельзя было выпивать. Почему? Потому что работы выгонят. Ты как бы, ну, не веришь, значит, в коммунистов, ты как бы несознательный элемент. Ты несознательный элемент общества. Это значит, что ты не будешь развиваться на работе, никто тебя мастером цеха не поставит, ты просто зря живешь свою жизнь. У тебя не будет ни развития, ни положения, ни зарплаты, ничего, если ты выпиваешь. Все. Человек боялся выпивать. Почему? Потому что он боялся потерять отношения в обществе. Сейчас общество верит в светлое будущее. Нет. У нас нет веры в светлое будущее, значит, нет совести. Совесть формируется всегда на вере. И поэтому человек хочет пьет, хочет не пьет, хочет бросает, хочет не бросает. На работе это не отражается. Видите, то есть в социуме, в нашем обществе сейчас нет веры, значит, нет принципов. Как хочу, так живу. На вере основываются принципы человека. Но без веры жить невозможно. Каждый человек имеет веру. Смотрите, если человек верит в семью, то это значит, что он верит в свое личное счастье. Теперь смотрите, у человека в семейной жизни иногда есть личное счастье, иногда нет. Может, близкий человек заболеть неизлечимым заболеванием тяжелым. Если человек верит в личное счастье, он смотрит, он живет с этим человеком. У него нет личного счастья, потому что больной человек не может никого сделать счастливым. За ним надо ухаживать, он моет, стоит ему плохо. Он болеет. Личного счастья нет. Вся жизнь разрушена, потому что вся жизнь человека основывается только на вере. Она не может основываться на чем-то другом. Понимаете, вера это как пирамида, к которой мы стремимся. Разум дает уму счастье. Вот допустим, смотри, человек верит в квартиру. У нас много элементов в жизни. У нас есть отношения, у нас есть работа, но вера в квартиру, мы должны построить дом себе. У нас такая вера, мы вокруг этого живем. Хорошо, дом не строится по каким-то причинам. Что происходит дальше? Личных отношений нет, на работе счастья нет, потому что мы потеряли смысл жизни. У нас нет жизни, потому что мы вот хотим квартиру построить, а она не строится. Все, жизнь разрушена. Ведь еще хуже. Потому что когда люди верят в отношения, они хоть как-то могут с ними сражаться, это от нас больше зависит. Но если мы верим в квартиру, от нас это вообще не зависит. Потому что она по своим законам там строится. Понимаете, может просто строители там какой-то заболеет, не строится. Может не разрешают учить участок купить. То есть от начальника зависит там этого участка. Каждый суслик у себя на поле агроном. То есть что хочу, то и делаю. Вот. Ну, то есть есть много факторов, которые не дают мне возможности вот эту вот какую-то внешнюю объект получить в своей вере. Вера в Бога нет проблем вообще. То есть никто не может повлиять на эту веру. Хоть что произойдет, вера в Бога не меняется. Так? Вера в близкого человека уже подвержена переменам. Там могут быть проблемы. А вера в квартиру еще хуже. Понимаете? А вера это то, на чем основывается вся жизнь человека. Если мы поверили во что-то, значит мы этим живем. Нет, вера разрушена, жизнь разрушена. Что такое стресс? Я изучаю эту тему серьезно много лет. Что такое стресс? Стресс это когда у человека теряется жизненная нить. Как долго длится стресс? Несколько лет. Несколько лет человек не может поменять свою жизненную нить. Он постоянно хочет вернуться назад. Стресс у кого возникает? Он теряет возможность жить так, как он жил раньше. Результат печальный. Психика рушится у человека. Рушится не ум. Потому что сойти с ума означает совсем печальная история. Что значит сойти с ума? Это значит тонкое строение человека рушится. Понимаете? У него каналы начинают страдать. Сойти с разума что значит? Сойти с разума означает стресс. Когда человек в разуме цель находится, когда человек теряет себя в разуме, у него теряется цель жизни, теряется восприятие мира, у него депрессия наступает, у него краски жизни теряются. Он смотрит на жизнь тусло, качество жизни падает от стресса. Таким образом, смотрите, цель жизни это самая важная составляющая жизни человека. От цели жизни зависит, что дальше будет в моей судьбе. Если человек верит в семью, значит жизнь может быть разрушена. Если верить в машину, квартиру, работу, зарплату, еще хуже. А именно эту веру сейчас культивирует все общество. Посмотрите, если взять любой фильм, что там на пиво, это еще в этом фильме. Вот редко встретишь, когда люди сражаются за свою личную жизнь в фильме, они хотят семью создать. В основном сражаются за свою работу, за свою машину и вокруг этого все построят. Или вера в себя. Часто фильмы показывают веру в себя. Человек с плембочком шел, его кто-то обидел, он всех перестрелял и как бы показал, что я крутой. И много-много фильмов вокруг веры в себя, да? Вера в себя означает, в моей жизни кто-то мешает. И люди эти обороняются постоянно. Вера в себя, смотри-то фильмы, как устроены. Два человека, допустим, там человек живет, он такой шел, нормально все было. И началось такие, все на него охотятся. Все его убить пытаются, он такой уживает, такой. И все, он раз, выжил. Цель жизни осуществилась, выжил. Никто его не убил, да? Теперь вера в квартиру, да? Человек сражается тоже там, сражается за свою работу, там машину, там и все. Победил, квартира появилась. Вера в семью, да? И сейчас на любовь обычно там человек сражается за свою личную жизнь, побеждает. Но мало фильмов о вере в Бога. Почему? Потому что тем не изучено. Мы вообще не понимаем, что это такое. Нам кажется, что это глупость. Видите, вера, деятельность в расуме, это основа жизни. Основа жизни. С три разумом работает неправильно, жизнь идет не в том русле. И она потом приводит человека к разбитому корню. А? Есть целый семинар, называется «Пеодоление стресса». Слушайте, это серьезная тема. Я не могу вам это рассказать за секунду. Но даже просто эти лекции вам освежат психику. Я выхожу из стресса каждый день. Потому что я занимаюсь серьезно самосовершенствием. Вы сейчас слушаете лекцию, вам легче стало, нет? Легче стало. Почему? Потому что я так настроен. Веды говорят, что контакт с человеком – это основа жизни. То есть контакт с человеком меняет жизнь. Поэтому я говорю о семейной жизни, но мы пытаемся все вопросы решать сразу. Через отношения. Через отношения. Контакт создает отношения. Отношения меняют жизнь. Звук, это все делает звук. С помощью звука это все передается. Продолжение следует...